Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. То, чем я сегодня с вами поделюсь, уже давно не секрет. Многие опытные инвесторы используют это в свою пользу, однако инвесторы-новички не до конца осознают, какими надействует рынок в течение трёх месяцев, который предшествует президентским выборам в Соединённых Штатах. На данный момент осталось около 80 дней до самых важных президентских выборов в истории США. Давайте поговорим о том, что же это значит для нас, как для криптоинвесторов, как для холдеров биткоина. Что случится, если выиграет Байден, или что произойдёт, если выиграет Трамп? Сегодня мы не будем погружаться в политику, мы просто разберёмся с историческими данными, которых у нас предостаточно. Три месяца до президентских выборов. Что это значит для биткоина? Многие аналитики, финансовые стратегии сейчас говорят об этом периоде. Движение фондового рынка в течение следующих трёх месяцев определит результаты выборов. Любой действующий президент хочет подходить к выборам с сильной экономикой. Это очевидно. Отодвинем в сторону глобальную пандемию и посмотрим на движение фондового рынка президента Трампа. Трамп вёл эту предвыборную кампанию как бизнесмен, как президент сильной экономики. И в данный момент он очень сильно поддерживает эту экономику. Вот вечерняя новость от субботы 8 августа. Трамп подписал новые законы о некоторой помощи для пострадавших от пандемии, после того, как Конгресс не смог достигнуть соглашения. Если вы владеете некоторым количеством биткоина, вы наверняка задумываетесь, а куда же пойдёт цена? Один из способов предугадать это посмотреть на макроэкономические индикаторы. Что же принесёт исполнение четырёх приказов, которые подписал Трамп? Во-первых, они продлят льготы по безработице. Во-вторых, установят налоговые каникулы для некоторых бизнесменов до конца года. Освободят студентов от необходимости соответствующих выплат по студенческим займам, тоже до конца этого года. А также продлят федеральный мораторий на выселение. Так что, если вы не можете платить аренду за жильё и вы находитесь под угрозой выселения, законных оснований для этого нет до конца этого года. Подобную помощь от правительства американцы уже видели в марте текущего года. Не забывайте, что тогда 90% от выделенных средств пошли к корпорациям, к элите, а остальные 10% уже к населению. Трамп, уставший ждать решения Конгресса, взял всё в свои руки и столкнулся с законодательным препятствием. Ведь продление программы помощи требует федерального финансирования, которое находится в руках Конгресса. Независимо от того, найдут ли эти приказы финансирования или нет, для обычных граждан это будет несущественно. Ведь действия Трампа несут в себе очень мощное послание для инвесторов. Он буквально заявил о том, что если его переизберут в ноябре, он рассмотрит отсрочку или даже отмену налога на платежи по программам социальной защиты и здравоохранения. Короче, он уже даёт стимул голосовать именно за него. Ещё раз, это не секрет. Макроэкономические инвесторы, которые уже некоторое время находятся в данной индустрии, знают это и используют 100-дневный период перед президентскими выборами. Давайте двигаться дальше, ведь этот период относится не только к Трампу. Обратимся к истории с 1980-х и до сегодняшнего дня. Как себя вёл индекс S&P 500 на протяжении 100 дней до президентских выборов? Красная полоса означает поведение индекса на протяжении всего года до 100-дневного периода, а синяя полоса показывает поведение индекса исключительно на протяжении 100 дней до выборов. Выборы происходят каждые 4 года. Итак, 1980-й, с начала года и до начала 100-дневного периода индекс вырос на 12,5%, и за следующие 100 дней он подрос ещё на 6,8%, почти наполовину от показателей красной полосы. 1984-й, индекс показал себя очень плохо, и до 100-дневного периода он оказался в минусе на 9,7%, но за 100 дней до выборов он вырос на 13,5%. Мы не будем рассматривать каждый год, вы можете сделать это самостоятельно, я оставлю ссылку на этот график в описании или в телеграме, где-нибудь вы её найдёте. Просто посмотрите и увидите тенденцию. Обычно на протяжении года рынок показывает себя неплохо, иногда стагнирует и остаётся на месте, но на протяжении 100 дней до выборов он почти всегда показывает хороший рост, иногда даже обгоняя показатели предыдущего года. Исключением является лишь кризис 2008-го. Немного обобщив, можно сказать, что с 80-х годов рынок рос в 80% случаев от всех 100-дневных периодов до президентских выборов США. В 8 из 10 случаев мы видим предвыборные ралли на рынке. Конечно же, прошлые события не гарантируют их повторение в будущем, но 2020 год отличается от остальных. Есть причины, по которым золото и биткоин приобрели такое особое внимание. Всё из-за того, что Федеральный резерв не хочет останавливать печатный станок. За последний месяц США напечатали больше денег, чем за два прошлых столетия. Это безумие. И оно ведёт к девальвации, инфляции доллара США. Многие из действующих политиков рассматривают эти события лишь с точки зрения того, какие последствия их действия имеют для экономики в данное время. И именно поэтому поведение фондового рынка на протяжении следующих 85 дней определит результаты выборов. Так что же будет после выборов? После победы Трампа или Байдена? В конце июля аналитики РБК Ресёч постарались рассмотреть, как будут выглядеть экономические отрасли в случае победы того или иного кандидата. Например, в случае победы Байдена они определили, что 58% от общего количества рассмотренных ими отраслей будут иметь медвежьи или очень медвежьи настроения. Любой, кто придёт после Трампа, который сейчас накачивает экономику напечатанными деньгами, в любом случае получит коррекцию рынка. Является ли это частью причины, по которой растёт золото и, возможно, биткоин? Несомненно, некоторые отрасли и сектора будут чувствовать себя неплохо. Например, судя по заявлениям аналитиков, это будут отрасли коммунальных услуг и коммуникаций. Смешанные последствия будут в отрасли здравоохранения, промышленном и производственном секторе. Слабые медвежьи настроения будут наблюдаться в отрасли технологий. Думаю, что сюда можно отнести и биткоин. Напомню, всё это ожидается при победе Байдена. Что будет, если победит Трамп? Скорее всего, это будет увеличение напряжений в отношении Китая. Цены на товары могут резко упасть, ведь у американских экспортеров появятся серьёзные проблемы с рынком сбыта. А вот импортные товары, наоборот, могут стать намного дороже. Исторически торговые войны с Китаем выступали в роли драйвера для биткоина. Поэтому я думаю, что на протяжении следующих 80 дней биткоин должен продолжить рост. А меня зовут Богатейщий Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин